Земля, небо, земля. Они готовились к этому больше месяца. 220 разведчиков из Чебаркули и Екатеринбурга учатся десантироваться с вертолётами-8 под Тольятти. Прошуты сложены, вертушка на готове. Бойцы грудятся за считанные минуты. В воздухе только боевой настрой. Высота, как и задача, одна на всех. Объединяет города и нации. Отпечатление хорошее. Я раз на гудке. До земли 600 метров. Два коротких гудка и старт. На борту 10 разведчиков и инструктор. Остаётся только последний. Полёт нормальный. Парашюты раскрываются через 3 секунды после прыжка. Около 3-4 минут разведчики кружат над Тольятти и Жигулёвским морем. Для чебаркульцев это первый прыжок. Уже на сухой траве разведчики делятся впечатлениями. Как вот во сне когда падаешь, так же вот как во сне летаешь. Сначала идёт как положение стабилизации 3 секунды, полностью группировавшись. Через 501, 502, 503 выдёргивание кольца. А потом, затем, после того, как открывается купол, выравниваешься по ветру, а потом наслаждаешься полётом. Приземление мягкое, если всё умеешь делать, как с тумбочки дома. Ничего такого в этом страшного нет. Больше даже счастья и адреналина, чем страх. Русский солдат самый лучший солдат на свете. Со всем может справиться. Командиры говорят, Тольяттинское поле, как ящик Пандоры, со своими ямками-сюрпризами и трудностями, которые разведчики щёлкают, как орешки. Все выполнили задачу прыжка. Травм не получил никто. Соответственно, несмотря на неровное поле и первый свой прыжок, всё было нормально. Десантирование с парашютом для разведки не самоцель, а лишь способ доставки. Солдаты из 7-й танковой бригады отрабатывают действия в тылу противника. Наша съёмочная группа становится активным участником операции. В роли заложника, пусть и в учебных целях, мне приходится быть впервые. Обстановка более чем серьёзная. Террористы вооружены и опасны, а руки крепко связаны. Одна надежда на разведчиков. Они появляются внезапно. Конвой уничтожает уверенными и отработанными действиями. Задача выполнена без единого выстрела. Командиры ставят разведчикам отлично.